Вам знакомо это лицо? Это Гарри Ньюман, основоположник и один из создателей компании Face Punch Studios. Именно этот человек и его крутые ребята ответственны за создание столь прекрасного шедевра, в которого мы, игроки, способны проводить многие часы времени. Помимо того, чтобы просто отдохнуть после тяжелого рабочего дня, мы также выражаем свои творческие способности, создавая сценбилды, плакаты, машинемы и многое другое. В нее играли и будут играть миллионы. Она навсегда осталась в истории, и кто знает, что было бы с игровой индустрией, если бы ее не было. Я хочу поведать вам о ней. Игра Гаррис Мод. Но я не хочу говорить о самой игре. Я хочу поговорить о ее истории. Меня зовут Александр. Приготовьтесь, сядьте поудобнее. Мы начинаем. На дворе стоит 2004 год. Год великих игр. Far Cry, Hitman, Warhammer 40,000, Siberia 2, Космический Рейнджер 2. Да черт подери, Петька 5! Ладно, мы отошли от темы. Но все же, мы пропустили одну из главных игр. Half-Life 2. Но к нему мы немного позже вернемся. В этом же году, в июне, на свет официально появляется Face Punch Studios под руководством Гарри Ньюмана. Этот логотип вы явно узнаете, так как наблюдали его в самой игре и на загрузочном экране. На самом деле, первую свою игру Гарри начал разрабатывать еще в 2003 году. И носила она название Face Mount. Да, это аркадная игрушка, где ты стреляешь по зомбакам. Последняя версия, которую вы наблюдаете, вышла в 2008 году. Но Гарри предупреждал, она ооочень забагованная и незаконченная. Однако некоторые люди все еще скачивают и играются с редактором карт. И в один прекрасный ноябрь, выходит Half-Life 2. Гарри, заметив эту игру, начал заниматься тем, что предвидела ему судьба. Он начал заниматься разработкой Гарри's Mod. И первая его версия вышла 24 декабря 2004 года. Стоп. Давайте проясним ситуацию. Да, перед вами Гарри's Mod. Самая первая версия. И судя по всему, она действительно выглядела так. Half-Life, скажем, в свободном режиме. Итак, что же было в первой версии? У нас есть волшебный пистолет, создающий летающих реновин. Они же крепятся к предмету и поднимают его. Вау! Арбалет способный делать подобию веревки. И прокачанный гравик-ган, способный выбить из тебя всю мать его дух. Все эти предметы положили начало первым инструментом, который является одной из составляющих частью геймплея до сих пор. Бытует мнение, что самой первой версией ГМ Констракт является эта белая карта, появившаяся в первой версии ГМОД. 27 декабря свет увидел Гаррис МОД 2, но его изменения настолько были незначительны, что я не вижу смысла о нем что-либо рассказывать. Я предлагаю сразу перейти к той версии игры, которая получила начало создания полноценной игры. 30 декабря вышел Гаррис МОД 3. Как вы думаете, как раньше выглядел Q-меню? А вот так. Были представлены лишь несколько рэгдоллов и предметов, и чтобы их вызвать, надо было нажать на соответствующую кнопку. А знаете, как выглядела раньше кнопка удаления предметов? Была отдельная красная кнопка на карте, удаляющая последний заспавленный предмет. Кстати о карте. В этой же версии великая карта ГМ Констракт приобретает более знакомые нам черты внешности. В дальнейшей версии Гаррис МОД также получает незначительные обновления и изменения, о которых я очень кратко расскажу. Исходя из некоторых источников, можно сделать вывод, что вместо Тулган был арбалет. Это вполне возможно, так что допустим. Одним из первых инструментов являлась веревка, сварка и ускорители. Дальше были добавлены инструменты рисования и создания шариков. Версия Гаррис МОД 6 впервые была добавлена у клип. Лампы, инструмент для позинга лица, а также напрягающие окошки с советами и помощью. И такими темпами мы приходим к Гаррис МОД 8. Именно с этой версии ГМОД начал продвигаться как самостоятельная игра. Стал доступен первый менеджер аддонов, возможность создать сервер в сетевой игре. Более-менее изменилось кью-меню, а также можно было включить первые настройки шейдеров. Гаррис МОД приобретал все большую популярность и известность не только в сообществе. Эта игра дошла и до Valve. Дальше пристал новый путь для Гарри и его команды. Эту игру еще помнят до сих пор. Ее вспоминают, ностальгируют. Гаррис МОД 9.04 или же обычным языком Гаррис МОД 9. Гаррис МОД 9 стала последней игрой для бесплатного скачивания. Помимо всего, наконец-то стала поддержка скриптового языка Луа. Вы не представляете, как были искренне рады мододелы, ведь благодаря ему стало еще легче что-то создавать. В принципе, и по сей день можно скачать Гаррис МОД 9 и взглянуть на это все. Но куда сильнее в наши сердца зашла другая версия. Ее до сих пор помнят и играют в нее. Стоит только упомянуть ее, так сразу слеза пойдет. Гаррис МОД 10. После некоторых разговоров Гарри Ньюмана с представителями Valve, Гаррис МОД 10 официально появился в Steam 29 ноября 2006 года. Он не очень сильно отличался от нынешнего ГМОД, однако все же изменения есть. Что вы помните о том Q-меню? Тойбокс? Вы помните, как выглядела раньше загрузка модов из Тойбокс? Я напоминаю, что Тойбокс это такая мини-версия мастерской Steam, из которой можно было скачать аддоны прямо из самой игры. На самом деле, на этом можно закончить. Гаррис МОД 11 и 12 мало чем отличаются от прошлой версии, а 13-ю версию мы выйдем до сих пор. Люди застали в разное время этот шедевр. Кто-то отчетливо помнит девятую версию, кто-то одиннадцатую. Я лично помню в то время, когда я гуглю в ютубе смешные приколы Гаррис МОД 10. В начальных классах я всячески пытался скачать Гаррис МОД, но тогда мне было все равно, что за версию. Главное лишь бы поиграть и повеселиться. Стоп! Перед тем, как закончить, давайте я отвечу на возможные вопросы. Где-то о чем-то вы явно узнаете впервые. Это неправда. Я уже говорил, что ГМОД появился в 2006 году, в то время как Гринлайт аж в 2012. Так что тут даже в даты не укладывается. Это самый мать-во отбитый, блять, конкурент Гаррис МОД. Достаточно просто зайти на их внимание официальный сайт и убедиться, что это такое. Это какой-то еще один мод на Half-Life, но уже заброшенный. На официальном сайте так и говорят, что успешные люди играют в ГБ МОД, в то время как бомжи и неудачники играют в Гаррис МОД. У Гарри Ньюмана очень великолепная семья, и он до сих пор работает в Face Punch Studios. Помимо каких-то доработок в Гаррис МОД, он также работает с не менее популярной игрой Rust. Наверняка он также занимается такой игрой, как Standard Box, о которой уже очень много слухов. На самом деле, если у вас еще будут какие-то вопросы, я на них обязательно постараюсь ответить в комментариях. Но я не прощаюсь, я только начал этот цикл познавательных роликов по Гаррис МОДу. Но сейчас мне пора закончить этот видеоролик. В первую очередь, я благодарен вам, зрители, что посмотрели это видео с начала до конца. Я очень старался сделать его подробным, качественным и интересным. Также я благодарен своим друзьям, которые помогали мне не только морально, но и в монтаже и идеях. Спасибо вам! Еще раз спасибо за просмотр, друзья! С вами был Александр. Успеха и удачи вам! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok